Здравствуйте, дорогие первокурсники! У нас сегодня вторая лекция из цикла лекций по дисциплине «Современный русский язык фонетика». Я надеюсь, что вы внимательно посмотрели первую лекцию, изучили презентацию к ней, соответствующий параграф учебного пособия. Но хочу вам сказать, что несколько предстоящих лекций будут посвящены не фонеме, а я думаю, что именно фонема удивила вас на первой лекции больше всего, а звучащей речи все-таки звукам русского языка и их разнообразным характеристикам. Прежде чем приступать к характеристикам, артикуляционным характеристикам звуков русского языка, мы с вами изучим вопрос о том, каковы все-таки основные нормы современного русского литературного произношения. Именно такова тема, вы видите, второй лекции – основные нормы современного русского литературного произношения. Ну, я пытаюсь убить, как говорится, несколько зайцев, читая эту лекцию. Во-первых, нам предстоит с вами на практических занятиях научиться записывать звучащую речь, то есть научиться транскрибировать. Нам предстоит изучить звуки русского языка, которые являются представителями достаточно ограниченного количества фонем. Наконец, нам вот-вот предстоит изучать артикуляционные характеристики звуков, которые в основном совпадают, они равны дифференциальным признакам русских фонем. Все это заставляет нас как раз вот сейчас поговорить о нормах современного русского литературного произношения, о произношении русских звуков. Итак, вопросы, вы их видите на экране. Произношение гласных звуков, сильная и слабая позиция гласных в слове и редукция гласных. Еще одно новое, возможно, для вас слово. То же самое про согласные. Произношение согласных звуков, качество отдельных звуков и характеристики будут. Особенно будут характеристики сильных и слабых позиций согласных звуков. Ну и, наконец, у нас будет третий вопрос. Произношение сочетаний согласных. Повторяю, эта лекция очень важна для того, чтобы нам начать транскрибировать, начать записывать звучащую речь. Итак, современные произносительные нормы, вот произносительные иначе они называются орфоэпические нормы, они регулируют произношение звуков, но не только. Они регулируют произношение сочетаний звуков, грамматических форм, имен, отчеств и так далее. А также содержат правила постановки ударения в различных частях речи. Конечно, в большом объеме подробно вы с этими нормами будете знакомиться при изучении курса орфоэпии, который есть у журналистов. Но мы с вами для того, чтобы понимать и правильно записывать, транскрибировать звучащую речь и понимать, какие законы, произносительные нормы отражаются в ней. А может быть, где-то и корректировать свое произношение, это тоже важно, да, уже начать корректировать его. Назовем и охарактеризуем сейчас, вот для всего этого, основные нормы, нарушение которых затрудняет общение. И обратим внимание на некоторые варианты, существующие в пределах этой нормы. Итак, мы переходим к первому вопросу о гласных звуках. Произношение гласных, сильная слабая позиция гласных и главный вопрос редукция гласных. Слово позиция должно быть для вас очень важным в эти полгода, когда мы занимаемся фонетикой. Потому что это очень важное понятие для фонетики. Итак, гласные звуки русского языка вы произносите в зависимости от позиции, в которой они находятся в слове. Позиция может быть сильной и слабой. Легко догадаться, что сильная позиция гласных это позиция под ударением. В этом случае гласные произносятся с большим напряжением, с большей долготой, протяженностью и с более отчетливой артикуляцией. Под ударением у нас различаются звуки а, о, э, у, и, и. Шесть гласных звуков. Кроме того, сильной считается позиция гласного в абсолютном начале слова, в абсолютном начале слова, то есть когда гласный идет первым. В этом случае, даже когда позиция безударная, звук произносится с меньшим изменением, чем в других безударных слогах. Слабая позиция гласных, как вы понимаете, это безударная позиция. Что происходит с гласным в безударной позиции? В безударном положении гласный звук произносится с меньшим напряжением, меньшей длительностью, он более короткий и уж, конечно, с меньшей артикуляционной отчетливостью. Мы не произносим одинаково с точки зрения артикуляции все гласные звуки в словах. В науке изменение гласного в слабой позиции называется редукция гласных или изменение. Редукция гласных в слабой позиции, то есть в позиции безударной, может быть количественной и качественной. Охарактеризуем. Количественная редукция затрагивает только длительность произнесения гласного. Он как бы становится короче, но она почти не затрагивает его сущностных дифференциальных признаков, дифференциальных характеристик. И поэтому даже в безударной позиции этот звук узнаваем. То есть безударный У и ударный У очень похожи, и мы все равно понимаем, что это один и тот же звук. И, собственно, это один и тот же звук. Он существенно не различается, поэтому редукция, видите, не качественная, а количественная. Количественной редукции подвержены три гласных русского языка. И, И, У. Понятно, да? Соответственно, забегая вперед, скажу, что значок при транскрибировании, при записи звучащей речи, которые используются для ударного гласного У, допустим, и безударного. Значок один и тот же, поскольку это один и тот же гласный звук, но вот в сильной и слабой позиции. Только количественная редукция. Совсем другое дело – это качественная редукция гласных в безударной позиции. Качественная редукция. Обратите внимание на слайд. Это кардинальное изменение звука в безударной позиции. То есть смена его качественных характеристик. Так изменяются три звука. О, А, Э. Я сейчас назвала их в сильной позиции. То есть я сделала ударение на каждом из них, произнося их изолированно. Степень изменения, то есть редукции звука, она в словах не одинакова. Не одинакова. От чего это зависит? Всего лишь от того, в каком по счету безударном слоге относительно ударного, употреблен звук. Самая сильная позиция, как мы сказали, это позиция ударная. Там звук с наибольшим напряжением произносится, с наибольшей отчетливостью и с наибольшей длительностью. Но как бы при подходе мы не произносим в русском языке слоги так – ровно, 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 безударный, безударный. Друг раз и ударный. Нет. При подходе к ударному слогу, вот перед ним, это называется первый предударный слог, при подходе, в первом предударном слоге, а также в сочетании гласных, как бы далеко от ударного слога не было, сочетание гласных, но мы не можем очень бегло, коротко и невнятно произнести сочетание гласных. Поэтому там тоже степень изменения гласных меньше, чем в других безударных слогах. И как я уже сказала, меньше степень изменения в абсолютном начале слова. У гласного в абсолютном начале слова, даже если это не первый предударный слог. Итак, еще раз. Первый предударный слог – сочетание гласных и вот этот слог абсолютного начала. Там степень изменения гласных меньше, чем в других безударных слогах. Хотя, конечно, изменения есть. Остальные безударные слоги, то есть второй предударный, третий предударный, заударные слоги, все, которые после ударного слога, в этих позициях степень изменения гласных существенная. Это особенность изменения гласных в слабой позиции описана русским ученым Афанасием Ивановичем Потыбней в его знаменитой формуле Потыбни. Исходя из этой формулы, мы можем с вами сказать, русские гласные, подверженные качественной редукции, а это АОЭ, имеет две ступени или две степени редукции. Две степени редукции, ну или две ступени. Но мы сейчас чаще говорим степени. Первая степень – это изменение гласных в первом предударном слоге, в сочетании гласных и в слоге в абсолютном начале слова. Вторая степень редукции – это, как я уже сказала, второй, третий и так далее предударные слоги, а также все заударные слоги. Вот это первое очень важное, что определяет произношение гласных звуков в русских словах. Но еще на качество гласного звука, вот кроме сильной и слабой позиции и в слабой позиции двух степеней редукции влияет еще один фактор. Скажу, какой. Очень влияет какой согласный впереди безударного гласного – твердый или мягкий. Вот твердость или мягкость предшествующего согласного по отношению к редуцированным гласным – очень влияет на их качество. Ну, например, я сейчас приведу примеры слов, где у звуков степень редукции, у гласных звуков степень редукции одинаковая. В сильной позиции это один и тот же звук. И тем не менее вы сейчас услышите, что звук-то разный, хотя и степень одинаковая, и в сильной позиции это один и тот же звук. Ну, посмотрите, шестой и весна. Вот первый предударный слог, да, шестой – такой звук, похожий на «ы», да, и весна. Ну, кто-то подумает, что этот звук близок к «и». Питак, помним, да, пять, в сильной позиции там «а». Питак, ну, вот близкий к «и» звук, да, какой-то такой. И, например, батрак. Первый слог – батрак. Никакое не «и», да, а близкий к «а» звук вы там и произносите. Летать, да, например, ну и какой-нибудь вода, ну и так далее, и так далее. Собственно говоря, поэтому мы должны зафиксировать, что на качество, да, редуцированного гласного, на то, как именно он изменяется по сравнению с ударным гласным, да, в сильной позиции, влияет то, в каком условии он находится по отношению к ударному, и какой согласный впереди него – твердый или мягкий. Твердый или мягкий. И еще одно. Вот когда я произносила слова типа «весна» и «питак», или вот «шестой», да, то каждый мог услышать то, что, собственно, он сам произносит, да, или вот вы сейчас попробуйте произнести. У кого-то получатся, повторяю, звуки близкие к «ы» и «и», да, у кого-то получатся такие промежуточные звуки, звуки с призвуками, ну то есть то ли «ы», то ли «э», то ли «шестой», не «шестой», конечно, но и не «шестой», да, где-то так посередине, «шестой». Не «весна», ни в коем случае, да, не «э», но и не «весна», не «и», а звук между, между «и» и «э», то есть звуки с призвуками еще, оказывается, бывают, да. Здесь речь идет о том, ну и да, и хочу вам сказать, что молодые люди все же больше имеют тенденцию в своем произношении произносить без призвука, без призвука, ну то есть на месте «э», предположим, после мягкого согласного «и», на месте «э» после шипящего все-таки «ы». Эта тенденция вот такая, произносить без призвука «э»-образного звуки, без ударения на месте «э», например, эта тенденция называется икающая норма или молодая, это молодая норма. Еще не так давно икающее произношение не считалось таким уж нормативным, не считалось, да, оно характеризовало прежде всего просторечие и разговорную речь. Сегодня это считается нормой, и, например, в некоторых орфоэпических словарях вы можете увидеть транскрипцию без всякого призвука. Но это значит, что автор словаря полагает, что, так сказать, вот эта младшая норма, она вполне себе, это вполне нормативно, да, и она победила. Но все-таки для журналиста, особенно выступающего на радио, на телевидении, то есть для которого его хлеб – это устная публичная речь, все-таки, ну, таким, мне кажется, высшим пилотажем или классом является следование не младшей, не икающей норме. То есть если человек вот очевидно произносит «весна», «певец», это будет очень заметно, когда вы говорите на радио или говорите по телевидению, «э-образный призвук» облагородит звучание вашей речи, да, «весна», «певец», ну и так далее, «шестой». Вот видите, да, разницу? «шестой», «певец», «весна», да, и все-таки некоторый призвук, который, повторяю, речь облагородит. Поэтому, ну, мое мнение, если вы хотите его услышать, все-таки журналист, говорящий журналист, и с точки зрения произношения, и с точки зрения ударения, и с этих точек зрения, характеризующих вот звучащую речь, с этих аспектов, журналист должен все-таки быть консерватором немножко, он все-таки демонстрирует норму, да, демонстрирует, должен, должен демонстрировать красивую речь, литературную речь, такую не речь, которую люди слышат и так на улице, да, в магазине, ну и так далее. Вот это звучание литературного произношения, оно из-под воль, все-таки влияет на массового адресата. И наоборот, засилие людей, которые произносят так, как произносят в подворотне, и интонируют так же, и ставят неправильные ударения, и сами звуки произносят вот именно так, засилие таких людей, собственно говоря, и заставляет потом говорить о падении в целом культуры речи, в том числе культуры устной публичной речи. Итак, отступили немножко, сделали релическое отступление. Итак, в зависимости от степени редукции и качества предыдущего согласного, следующее произношение гласных считается нормативным. И вы сейчас увидите на слайде, собственно, описание этих норм. Я коротко просто прокомментирую. В первой степени редукции после твердого согласного на месте ударных А и О произносится звук, близкий к А, но он более краткий, чем А под ударением, и с меньшим раствором рта. Этот звук, близкий к А, но более краткий, с меньшим раствором рта, этот звук обозначается знаком в транскрипции, который называется крышечка. Ну вот вы его видите. Вот примеры. Карандаш, пойдем, атака, атаковать, коалиция. Вот посмотрите, я показала разные примеры. Это все первая степень редукции. Первый предударный слог – карандаш. Начало слова – атака, атаковать. Тут аж два таких звука, да? И, наконец, сочетание гласных – коалиция. Вы произносить должны не коалиция, не кыалиция, а именно два звука близких к А, два одинаковых – ка-лиция. Во второй степени редукции после твердого согласного на месте ударных А и О произносится краткий звук, который называется Ер. Называется, это у него такое название. Значок его вы видите. Этот звук по произношению средний между И и А. Слова типа, вы видите, да? Голова, государство. Вот хорошо слышно – государство. Видите, вот это вот коротко, конец. Посмотрите за ударный слог, как вы произносите. Государство. Да, такой у кого-то ближе к короткому А получается, а у кого-то между И, а характеристики у него средние. Он, правда, средний. Он очень артикуляционно невыражен. Он очень короткий, да? Он неотчетливый. Поэтому вот это впечатление создается. Итак, именно такой звук мы произносим на месте О и А после твердых согласных во второй степени редукции. Обратили внимание, да, что одинаковые звуки при изменении в безударной позиции произносятся и на месте ударного А, и на месте ударного О, что, собственно, свидетельствует о том, что у нас с вами акающая произносительная норма. То есть мы с вами акаем. Мы в безударной позиции на месте О произносим звуки, все-таки близкие к А, ну, после твердых согласных, да, или там в сочетании гласных, или в начале слова. Скажу про некоторые тонкости. У нас есть твердые шипящие согласные. Это Ж, Ш и Ц, да, ну, Ц не шипящие, но вот шипящие Ж, Ш и Ц. Как произносятся звуки гласные после них? В целом, в большинстве случаев на месте А после Ж, Ш и Ц произносится в первом предударном слоге такой же звук крышечка, то есть звук, близкий к А, да, жаргон, шары, шарнир, цари, ну и так далее. В большинстве случаев именно так. Однако, в отдельных словах, которые вы должны выучить, единственно правильным считается, ну, такое традиционное произношение звука. Оно было вообще во всех словах после шипящих и Ц твердых. Именно этот звук произносился сейчас, крышечка, да, близкий к А. Но в некоторых словах осталось вот то традиционное произношение звука среднего между И и Э. Я обращаю ваше внимание, вы сейчас, понимаю, в затруднении жутко. Вы видите на экране транскрипцию, транскрипцию латиницы. Вы видите сейчас, ну, О и А проблему-то не создавало вам. Крышечку мы освоили, Ер тоже увидели, как пишется. Знак Ер для вас тоже не новый, вы его вообще-то видели в любых русско-английских, англо-русских словарях. Этот звук, собственно, он есть в этом языке, близкий, и значок мы взяли из этой системы. А вот теперь посмотрите, как обозначается И. И обозначается каким знаком? Как русское У. А Э обозначается вашим любимым. Только не надо читать Е. Нету звука Е. Е – это уже два звука. Да, так что это звук Э. И вот я ваше внимание еще раз обращаю на то, что после шипящих, твердых и С в первом предударном слоге в некоторых словах может произноситься звук средний между И и Э. Этот звук называется И с оттенком Э. И с оттенком Э. Ну, с призвуком, да? И с оттенком Э. Значит, итак, как же произнести слово? Жалеть или жалеть? Ну, очевидно, жалеть. Да? Лошадей, лошадьми или все-таки лошадей, лошадьми тоже ответ очевиден. Ну, и остальные слова мы с вами видим. Двадцати, тридцати, да? Двадцатью, тридцатью. Вы видите, не двадцатью, тридцатью. Не жакет, хотя сейчас есть тенденция произносить именно так. Вот это слово уже, так сказать, на пороге, видимо, того, что не надо будет скоро, видимо, нормативно произносить жакет. Но пока что, пока что жакет все-таки не нормативно, а произносится жакет. Ну, и самое интересное, я уверена, почти все произносят жасмин, в то время как нормативно произносить жасмин. Ну, вот, собственно говоря, сейчас потренируйтесь, и посмотрите, как это произносить, да? В остальных безударных слогах после твердых шипящих произносят редуцированный, ну, вот этот самый ер, он называется, да? Ну, типа жалюзи, ну, то есть звук очень короткий, похожий на а, между а и и, вот такой жалюзи, двадцать, ну и так далее. Дальше. Еще, какое примечание еще я хочу сказать. В первой степени редукции после твердых шипящих ж, ш и опять после ц, на месте ударного э произносят звук, опять уже известный звук, и с призвуком э. Ну, то есть шепчет, там у вас э под ударением, да? Шептать, шептаться, вот между и и э. Целует, жевать, вот именно так, да? Произношение типа целует, шептаться, жевать, то есть такого отчетливого просто и в данной позиции выходит за рамки нормы. Во второй степени редукции на месте э после твердых шипящих произносят звук между и и ер, причем, ну, звук называется наоборот только, между ер и и. Ер с призвуком и. Ну, как бы вам показать, как этот звук произносится? Давайте я сделаю ошибку и на месте вот этого звука произнесу просто ер, и вы услышите разницу точно. Вот если бы в вашей среде был человек, который произносит вот так, тоже, также, тоже. Я тоже знаю об этом. Я также решила поступать в университет. Вот вы также. Слышите, да? Тоже, также. Я произношу на конце, в заударном слоге, просто ер сейчас. И вы услышали, что я произношу что? Неправильно, ненормативно. А давайте нормативно. Тоже, также. Слышите, да? Тоже, также. Вот этот конечный звук, это звук ер с призвуком и. Именно призвук и здесь очень важен, да? Без призвука получилось тоже так же. Итак, этот же самый звук произносится, ну и в других словах, типа, больше, меньше на конце, да? Там, шепелявить, целовать, и так далее. Еще раз, произношение целовать, да? Тоже, и прочее, то есть произношение звука ер без призвука и считается здесь ненормативным. Ну, про произношение после твердых согласных мы с вами сказали, да? На месте о, а и на месте э. А теперь произношение после мягких согласных на месте ударных о, а и э. Обращаю ваше внимание, что в этом случае после мягких согласных и на месте о, и на месте а, и на месте э, произносятся одни и те же звуки в двух степенях редукции. Итак, в первой степени после мягких на месте вот этих трех звуков произносится звук между и и э. Как я сказала, в современной икающей норме, в молодой вот этой норме, просто и безударный, но призываю все-таки э-образный призвук делать. И с призвуком э. Итак, произносим. Язык, ну, кстати, слышали наверняка, может быть, резала слух, произносят некоторые певцы, да, певицы, выходцы с юга России, выходцы с Украины, они произносят язык, да, янтарь, языковой, вот слышите, да, язык, янтарь, языка, такой звук, близкий к а, а он ненормативный здесь, здесь надо произносить не близкий к азму, то есть не крышечку, да, а и с призвуком э, язык, да, янтарь и так далее, лягушка, чищоба, щавель и так далее. Произношение отчетливого и все-таки здесь считается признаком разговорного стиля, как минимум, но произношение звука близкого к а в словах типа язык считается просто нарушением нормы. Во второй степени редукции после мягких согласных на месте вот этих трех звуков о, а, э произносится короткий редуцированный звук, похожий на ослабленный и, но все-таки с некоторым призвуком э, но он очень короткий. Этот звук и обозначается знаком мягким для вас мягкий знак вы это называете, но на самом деле это звук ерь называется он ерь, но ер после твердых ерь после мягких эти названия уходят корнями в древнерусский язык, неважно произносится короткий звук очень короткий между и и ер часовой слышите да часовой середина и так далее и так далее еще раз повторяю что звуки у посмотрите как он обозначается в транскрипции и и в безударной позиции подвергаются либо лишь качественной редукции извините лишь количественной редукции качество своего они не меняют то есть их вы можете узнать расслышать они просто более короткие менее отчетливо артикулируются но тем не менее и естественно транскрипция никак не меняется да не меняется хорошо вот это все что мы с вами сказали ну конечно были еще моменты исключений вспомните про жасмины лошадей да все это представлено в таблице которую думаю придется поучить поучить как отче нас да поэтому посмотрите еще раз мне кажется в таблице вот в этой схеме на этом графическом изображении все понятно и выучить не сложно не сложно есть еще некоторые особенности которые хотелось бы назвать давайте скажем о каких-то особых правилах их не так много и первый вопрос на этом закончим и эту часть лекции на этом закончим поскольку разговоры согласных тоже длинные это будет темой нашей следующей лекции итак есть Давайте посмотрим. Допустим, семя. По правилу должно быть семя, то есть короткий ерь. Ерь должен быть после мягкого во второй степени редукции. А произносим мы короткий такой а, то есть ер. Семя. Ну давайте ся в глаголах. Как произносится? Улыбайся. По правилу должно быть улыбайся, потому что это мягкий звук, и там близкий к э должен быть коротенький между эи. А нет, ну вы же слышите ся. Так что имейте в виду. Галя. Вот вам ля. Галя. На месте а мы произносим вот именно такой звук. Вот это надо помнить. Ну вообще это нормативно. Это особое правило произношения. В заударном гласном, в абсолютном конце, ну то есть конечность гласный именно так произносится. Хотя он и после мягкого согласного. Еще одно примечание. Как произносить иноязычные слова, у которых в начале слова в безударной позиции «э». Ну то есть этаж, экономика или этаж, экономика, экран или экран. Ну имеется в виду «э» произнести, хоть и безударный, или будет редукция происходить. Сначала хочу сказать, что есть отдельные правила произношения иноязычных слов, но все-таки, если слово освоено, мы его используем очень часто, то может произноситься как безударный «э». Безударный, но «э». Экран, экономика, этаж. Но это происходит на самом деле в потоке речи совсем не часто. На самом деле в нормальном темпе или в быстром темпе произносится звук, который там и должен произноситься. На месте «э» в начале слова произносится «ы» с призвуком «э». Этаж, экран, экономика и так далее. Следующее. Есть иноязычные слова, где произносят безударный «о». Чаще всего это происходит, если «о» в сочетании с гласным находится в этом иноязычном слове. Ну вот если я сейчас произнесу «какао», вы вообще не поймете, что за слово я произнесла. «Какао», правда же? Безударный, гласный, там сочетание «а», «о», и я вынуждена безударный «о» произносить. «Какао», «боа», «радио», «адажио». Вы видите, в сочетании гласным. С гласным мне приходится произносить безударный «о». Но давайте посмотрим, да. Например, в слове «поэт» тоже сочетание, тоже сочетание, глаз с гласным. Но слово общеупотребительное. И, в общем, «поэт» произносят только в так называемом высоком стиле произнесения. Ну, допустим, если вы вышли на сцену читать створение Лермонтова, то не надо все-таки читать «погиб поэт». Вот это «поэт» не надо, все-таки «погиб поэт». Это высокий стиль, да, «поэт» и так далее. Когда в зале филармонии выходит объявлять, что будет исполняться «ноктюрн Шопена», все-таки так и произносят. «Ноктюрн Шопена». Но в обычной речи, в обычном стиле мы произносим «шопен», мы произносим «ноктюрн», мы произносим другие иноязычные фамилии живописцев, композиторов в соответствии с принятыми нормами литературного русского произношения. Но, повторяю, вот в высоком стиле может это произноситься иначе. Иногда, когда слово не общем потребительное, оно близко к термину, все-таки произносят с безударным «о». Ну, допустим, есть такой термин в музыке, да, «модерато». Ну, не надо его произносить «модерата». Это разрушит звуковую оболочку слова. Ну, или же вообще, повторяю, слово будет непонятным, а даже «а» тоже не нужно произносить, да. Хорошо. «Мо-по-сан» может быть и «мо-по-сан», и «ма-по-сан», да. «Шопен», в высоком стиле «шопен», да, в обычном стиле произнесения можно и «шопен». «Я люблю шопена», да. Ну, кстати говоря, иногда нам приходится педалировать это. Если тут есть знатоки, то «моне» и «моне» надо, наверное, произносить по-разному, иначе не будет понятно, о каком же из художников идет речь. Ну что, значит, итак, это всего лишь был первый вопрос, да, и вопрос заключался в произносительных нормах, касающихся гласных звуков. Но мы, кроме норм, с вами затронули сегодня множество теоретических вопросов, да, касающихся позиции гласного в слове, понятия сильной и слабой позиции. В связи со слабой позицией мы узнали с вами о том, что есть редукция гласных, что она бывает двух видов, да, качественная и количественная. Мы узнали имя, хоть, может быть, вам показалось, что в проброс, Афанасия Ивановича Потебни, кроме всех прочих его заслуг в области лингвистики, русской филологии, есть и вот эта заслуга, формула Потебни, которая отражает две ступени, как говорил он, или две степени редукции гласных, качественной редукции, да, как говорим мы сейчас. Мы с вами разобрали, как происходит превращение, да, что на месте ударного АОЭ может произносить, какой звук, в какой позиции, от чего это зависит, и разобрали ряд особенностей, ряд особых правил, да, которые, может быть, не коррелируют, не соотносятся с общими произносительными нормами. Но нет правил без исключения, это вы понимаете. Еще раз, пожалуйста, прочитайте этот материал в учебном пособии. Его сложно воспринимать с самого начала, да. Еще раз посмотрите итоговую таблицу, которая у нас получилась, вам просто предстоит ее выучить. Еще раз прослушайте лекцию или тот фрагмент, в котором вы что-то не поняли. И я прощаюсь с вами до следующего разговора. Это продолжение нашей второй темы будет, да, заявленное здесь. Этот разговор о произносительных нормах, касающихся согласных. Что там происходит в этой области, мы узнаем в следующий раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok